В Британском музее хранится древняя карта мира, найденная при раскопках в Османской империи в XIX веке. Британцы назвали ее «Вавилонская карта мира», а одно из слов на этой карте расшифровывается как «Армения». Наши армянские ученые приводят эту карту в качестве одного из неоспоримых доказательств существования древнего государства Армении. Хотя на самой карте указания на то, что это слово является названием государства или страны, нет. Вот, например, рядом есть слово «горы», слово явно не название страны. Но это все мелочь. Гораздо интересней для нас, откуда взялась эта «Вавилонская карта мира». Британский музей в описании к экспонату под названием «Вавилонская карта мира» сообщает нам об ошибке, которая была допущена в первоначальном каталоге, и в связи с чем установить точное место обнаружения этой древней карты невозможно. Но поскольку мест, где вообще могла быть обнаружена эта табличка с древней картой, оказалось не так уж много, то Британский музей пораскинул мозгами и сделал уверенный вывод, что эта табличка обнаружена в древнейшем шумерском городе Сепара, на территории Османской империи, в конце XIX века. Поскольку этот вывод делает сам Британский музей, я вам немножко расскажу о Сепаре и о тамошних раскопках. Руководил этими раскопками чуть ли не единственный археолог, не европеец. Это был османский археолог и путешественник христианского происхождения по имени Армуз Рассан. Раскопки происходили в 80-82 годах XIX века в городе Тель-Абу-Хабах. Именно этот город был впоследствии идентифицирован как древнешумерский город Сепар. Тогда там были найдены знаменитая доска Бога Солнца или Абу-Хабах доска, ее еще называли. Ну и, как водится, великое множество глиняных клинописных табличек. Тысяч. Вообще за эти несколько десятилетий XIX века в этом регионе, в основном на территории Османской империи, были раскопаны сотни тысяч глиняных клинописных табличек. На них были эпосы, расшифрованные, описание военных походов, любовные письма, какие-то пособия для древних писцов, наглядные, прям с картинками, что-то вроде словарей. И вот одна единственная древняя карта мира. И на ней Армения. Невероятно, правда? Из сотен тысяч табличек одна единственная карта мира. И та с ошибкой в первоначальном каталоге Британского музея. Ну, допустим. Догадки Росама и его соратников о том, что они действительно раскопали древний шумерский город Сипар, подтвердились очень быстро. Потому что уже через 10 лет в Османскую империю заехала американская археологическая экспедиция из университета Пенсильвании и раскопала там другой древний шумерский город под названием Непур или Нефар, нашла там 40 тысяч глиняных табличек. И на одной из этих табличек было написано, что Сипар – это древний шумерский город. Какие еще доказательства нужны? Все четко. Вы знаете, нигде нет информации о том, откуда Армуз Росам знал, где именно нужно искать древний шумерский город Сипар. Но подсказкой для нас, слишком любопытных, будут некоторые факты из биографии Армуза Росама. Я заранее прошу прощения за очень частое использование в дальнейшем тексте слова «фантастические, фантастическо, фантастические». Помните фантастически везучего археолога из Британии, лондонского адвоката Генри Остина Лейерда, который вдруг неожиданно бросил свою адвокатскую деятельность и помчался в Османскую империю на раскопке, где немедленно обнаружил два древних шумерских города – Ниневию и Немрут, раскопал царскую библиотеку Ашур-Банепала, нашел там крылатых быков, ну и десятки тысяч глиняных клинописных табличек. Это как обязательная программа у британских археологов. Была ли это действительно фантастическая удача? Или Генри Остин Лейерд просто знал, где копать и где находятся эти древние шумерские города? Ни британский музей, ни кто-либо другой не сообщает нам. Но нам интересно другое, что вот в этих вот фантастически удачных раскопках, в качестве помощника Генри Остин Лейерда принимал участие наш герой, герой Сипара – Армуз Рассан. А вот еще одно удивительное совпадение. Помните археолога, английского офицера Генри Роулинсона, который отыскал самую грандиозную и при этом самую незаметную в истории человечества Бехистунскую скалу с надписью «Царя Дария I». Вы помните, что Бехистунская скала, по версии тех же британских специалистов, находилась на одном из самых оживленных торговых путей Азии, и поэтому именно на ней царь Дарий сделал записи о своих подвигах и о всем прочем, чтобы все видели и помнили. Но почему-то за 2500 лет существования Бехистунской надписи каким-то фантастическим образом никто из умевших писать торговцев и путешественников не оставил об этой надписи ни одного упоминания, ну или, как вариант, просто не обратил на нее внимания. А помните, какая фантастическая удача ждала Генри Роулинсона, когда он расшифровывал Бехистунскую надпись? Когда внезапно французский дипломат, путешественник и археолог, друг Бенджамина Дизраэли, я, кстати, расскажу об этой дружбе обязательно еще, поскольку она очень интересна для нас, Поль Эмиль Бата раскапывает где-то вот поблизости, раскапывает древневавилонский словарь, пособие для древних песцов Вавилона. Знаете, как оно выглядело? Картинка, а напротив картинки, ну там птичка или еще что-то, а напротив картинки древневавилонское слово, чтобы не перепутать. Сколько фантастического в этих историях, правда? А вы помните, что на Бехистунской скале тоже было начертано название Армения, и это наши армянские историки приводят тоже в качестве одного из неоспоримых доказательств древнего государства Армения. После успеха на Бехистунской скале Генри Роулинсен отправился дальше в города Немрут и Кюнжик раскапывать свидетельства древних миров. И эта его поездка тоже оказалась очень удачной. И в этой поездке его помощником, ближайшим помощником, был Армуз Рассам, который через четверть века уже сам лично раскопал древний шумерский город Сепар. Вообще-то еще буквально несколько таких значимых фигур, там 3-4, и вся кампания, открывшая миру древний шумер, а вместе с ним и древнюю Армению, будет в полном сборе. Но давайте еще буквально на несколько фраз вернемся в Абу-Хабах или древний Сепар, где была найдена вавилонская карта мира. Очень интересное продолжение последовало в 1985 году, когда группа багдадских ученых прокопала проход, который не докопал Армуз Рассам и обнаружила там комнату, в которой находились несколько тысяч клинописных глиняных табличек. Это было похоже на древнюю библиотеку, все тексты были нетронутыми, как будто вчера написанными. Вот такие сообщения приходили тогда от багдадских ученых. К сожалению, мы никогда уже не узнаем, что было в тех табличках. Официальная версия такая, что началась, в Персидском заливе началась война, из-за военных действий археологи не смогли поддерживать необходимый температурный режим в этой древней библиотеке. И все таблички, все до единой, буквально за 7-8 лет после обнаружения, рассыпались, рассыпались, превратились в пыль. От них, в буквальном смысле слова, вообще ничего не осталось. Жаль. Очень жаль. Никто же не подсказал этим ребятам из Багдадского университета, чтобы они просто заперли дверь в библиотеку, обратно заперли ее, закрыли. И я так понимаю, тогда бы эти таблички пролежали целехонькими еще пару тысяч лет. Ну, хотя бы до окончания войны в Персидском заливе. Но теперь-то в Ираке вообще ничего не найдешь. Там еще ИГИЛ постоянно отмечается на всех древних памятниках. Мы видели с вами, как там все разрушается. Я думаю, что после войн, которые идут сейчас в Ираке и в Сирии, если они когда-нибудь закончатся, у нас останется единственный источник информации о нашей древности. Это Британский музей и рассказы и повести его археологов. Ну и в конце хочу сказать еще несколько слов об Армузе, Рассаме и одной его неархеологической миссии. Армуз Рассам, хотя и считается османским археологом и путешественником, долгое время жил в Англии, закончил Оксфорд, работал на тот самый Британский музей, а с 1886 года на Британское правительство. Во время русско-турецкой войны 1977-1978 годов он был направлен британским правительством на восток Османской империи для оценки условий жизни христианских общин Малой Азии и Армении. Вот такая неожиданная миссия Армуза Рассама. И вот смотрите, буквально через несколько лет те же люди, которые раскопали для нас древнюю Армению, стали активно рассказывать всему миру, как ужасно нам, армянам, жилось в Османской империи. Любопытно, правда? Но это уже совсем другая история, и к ней мы, даст Бог, обязательно вернемся. Ах да, Вавилонская карта мира. Неопровержимое доказательство существования Древней Армении. Ну, не помнят британский музей, где он ее обнаружил. Может, в Сепаре, может, еще где. Но британский музей утверждает, что это настоящая древняя карта мира, Вавилонская карта, сделана максимум в VIII-VII веках до нашей эры. На ней совершенно точно, вы сами видели, есть слово Армения. Это значит, что в VIII-VII веках до нашей эры точно существовало государство Армении. Британский музей настаивает на этом. Да что там настаивает? Мамой клянется, братья-армяне, зачем нам вообще вся вот эта вот древняя история? У нас есть настоящая история, написанная не на трех табличках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова